В чем, к сожалению, МФЦ не поможет, так это в остановке роста почтовых тарифов. Особенно проблема беспокоит издателей, которые отправляют периодическую печать в отдаленные районы Якутии. Обсуждение этой темы вошло в повестку недавнего заседания Общественной палаты России в Москве. К какому решению пришли, расскажут наши корреспонденты. С инициативой о пересмотре и регулировании почтовых тарифов на периодические издания выступила Марина Богословская, которая является членом Общественной палаты. Среди участников слушаний были представители комитетов Госдумы, Совета Федерации, руководители департаментов и печатных изданий. Мы надеемся, что сегодняшние слушания позволят нам напрямую обратиться в Государственную Думу, в которой сейчас во втором чтении рассматривается, закон о почте. Обратиться непосредственно в Минсвязи, который утверждает концепцию развития нашей почтовой службы до 20-го года этого столетия. Мы очень надеемся, что голоса не только наших арктических читателей, голоса не только жителей нашей республики и этих регионов, но и нас, издателей, будут услышаны. Своё мнение по поводу повышения почтовых тарифов высказала Марина Богословская. В начале этого года в Общественную палату Республики Саха-Якутия обратилась Мария Христофорова, генеральный директор медиагруппы «Сетим». Медиахолдинг «Сетим» занимает ведущее место в информационном пространстве Республики Саха-Якутия. Ситуация касается того, что повышение почтовых тарифов привело к резкому снижению уровня подписки во втором полугоне 2014 года в Республике Саха-Якутия. Скачок тарифов привел к катастрофическому обвалу подписки не только в Якутии, но и на всей территории страны. Заместитель генерального директора Почты России Инна Сагалактионова пояснила, что дело не в почтовых служащих, а в существующем законодательстве. Поэтому тарифы устанавливаются для всех изданий одинаковы, субсидии выделяются для всех одинаковы, исходя из тиража. Почта в данном случае – канал доставки из точки А в точку Б. И почта не имеет права решать, кому выделить или дать скидку большую или меньшую. Это нарушение антимонопольного права. В результате слушаний была принята резолюция о внесении изменений в соответствующие законодательные акты. Документ направят правительству России, Государственной Думе и Совету Федерации.